Всем привет! Ну что, закончила я свой кружевной букетик. Да, я его называю кружеводом, кружевной букет. Если дословно переводить цветы и кружева, ну, в принципе, можно и назвать кружевной букет. Я думаю, особой ошибки здесь не будет. Просто я как-то говорила, меня девочки поправляли в названии. Нет, я его так называю. Я привыкла уже, когда вышивала свою картину от Нитекс. Кружевной букет там был. Ну и этот тоже кружевной букет. Девочки, у меня вкусы неизменны. Цветы, цветы, везде цветы. Но здесь я попробовала новую технику шовчики. Почему решила начать вышивку шовчиков именно с этого набора? Потому что здесь 14 канва. Мне удобно для глаз именно 14 канва. Сразу скажу, что это не Dimensions. У меня были остатки набора. И по ним я делала подбор. Причем подбор был не строго по ключу. У меня есть карты цветов. Я, конечно же, сверяла, чтобы более-менее были похожие цвета. Но если у меня дома в наличии не оказывалось того или иного цвета, я заменяла. Ну, то есть у меня был принцип вышить этот букет из того, что есть дома. В общем, я его слепила из того, что было. Это мой был первый опыт вышивки подбором. И причем еще из тех ниток, которые были дома. Я вам обязательно покажу поближе его. Сейчас расскажу немножечко предысторию. Потому что отдельно по этому набору у меня не было видео. Вообще в последнее время видео я мало снимаю. В основном, если выхожу в трансляции из-за нехватки времени. И нет у меня даже отдельного видео по некоторым готовым работам. Ну, ладно, ничего страшного. Впереди зима. Все нагоним, догоним. Ну, в общем, что хочу сказать. Впечатления самые-самые приятные от вышивки вот этих вот кружавчиков. Еще нужно здесь по краю сделать французские узелки. Но французские узелки я хочу заменить на бисеринки. У меня здесь два цвета бисера. Сейчас я поподробнее расскажу о бисере. В общем, какие ниточки я использовала вот в этом наборе. Здесь и ПНК, и Гамма, и ДМС. В общем, все, что у меня дома было, все собрала. Единственное, вот на эти кружева должно было уйти 6 мотков ниток. Естественно, такого количества дома у меня нет. Поэтому 6 мотков ниток молочного цвета я подбирала. Ну, решила купить ДМС. Потому что первый раз вышиваю шовчики. Я не знаю, получились ли они у меня ровно бы, если нитки купила бы Гамма или ПНК. Ну, в общем, я решила нитки ДМС купить. 6 мотков. Это вот единственное, на что я потратилась. Это вот эти нитки цвет икрю. Конву мне подарила Аня. В гостях у меня была вышивальщица аренбургская. Мы с ней как раз обсуждали этот букет. И она подарила мне конву. Конва Гамма. В Леонардо есть такая конва. В общем, она не совсем такого же цвета, как в оригинале. Но, в принципе, красивая. Очень красивая. Мне эта конва даже понравилась больше. Потому что используется в наборе кофейного цвета конва. Ну, а здесь такой сереневатый оттенок. Мне намного больше понравилось. И еще, девочки, я сравнивала вот этот набор от Дименшенс. Сравнивала с классик дизайн. Мы с девчонками фотографировали, пересылали друг другу фотографии. И делились. По-моему, там на тон потемнее нитки. Вот про нитки точно сейчас не могу вам сказать. Но то, что конва другого цвета, это точно. И там нет такого подробного описания, как делать вот эту вот сеточку. У классик дизайн немножечко отличается. Чуть-чуть изменения. Хотя, может, они и специально делали эти изменения. Я не знаю этих нюансов с авторскими правами. Да, девочки, сразу хочу сказать, если вы по остаткам наборов делаете подбор и вышиваете, это не считается нарушением авторских прав. Потому что нарушение авторских прав – это копирование с целью наживы. Если мы вышли для себя, использовали для себя один раз, это не считается нарушением авторских прав. Вот если это продавать, если копировать наборы, тиражировать их, на этом наживаться, это считается нарушением авторских прав. Я уже много лет вышиваю. Прежде чем выкладывать это на YouTube, я, естественно, этот вопрос изучила. Поэтому все вот эти вот темы, которые вы поднимаете в комментариях, это всего лишь попытка спровоцировать конфликт, не более того. Ну, в общем, ближе к делу. Я обязательно должна была затронуть этот вопрос, потому что я знаю, что пишут блогерам в таких случаях, когда они вышивают. Поэтому этот вопрос закрыт. Если будет разжигание конфликта по этому поводу в комментариях, я, конечно же, буду блокировать. Мне это абсолютно не нужно. Ну и все. Вот я высказала свое мнение по поводу авторского права. И теперь далее перейдем к вопросу, буду ли я оформлять эту работу. Вы знаете, первоначально, когда я вышивала, я думала, что не буду оформлять. Думала, что не буду. Буду носить ее навстречу вышивальщиц. Но поскольку здесь 14-я канва и вот эти вот шовчики, они получились, ну, достаточно длинные, достаточно длинные. И я думаю, что работа может... Вот сейчас я ее постирала, погладила, она еще влажная. Но потом она может мяться и вдруг вот эти шовчики начнут перекашиваться или под ними будет как-то канва сжиматься. Ну, в общем, не знаю. Длинные вот эти перетяжки все-таки очень-очень длинные. Если кто-то хочет вышивать этот набор и может вышивать на мелком каунте, я думаю, на 16-м, на 18-м вообще будет идеально. Но в оригинальном наборе была 14-я канва, и мне для моих глаз удобнее 14-я канва. Вот. А вообще вышить бы на мелком, наверное, было бы вот это все более изящно смотрелось. Очень красиво смотрелись бы эти кружева. Но тогда бы этот набор не вышивала. Я обрадовалась, когда увидела, что здесь 14-я канва. В общем, оформлять буду. Не хочу в подушку, опять же, по той же причине, потому что здесь вот много вот этих длинных перетяжек. И стирать часто эту подушку, наволочку тоже, ну, вот лично я не рекомендовала бы. Вот. Поэтому в рамку я думаю, что все-таки я оформлю в квадратную рамочку, может быть, какую-то скромненькую рамочку. Заранее не могу планировать, какая будет рамочка, потому что у нас в нашей бюджетной багетной мастерской не такой огромный выбор. В общем, выберу из того, что было. Вот. Я его слепила из того, что было, и выберу рамочку тоже, какая будет в наличии. Все абсолютно обшито бэком. Километры бэка. Девочки, очень много бэка разного цвета. Если вы не любите бэк, то я думаю, что вам сложно будет вышивать эту работу. Я к бэку отношусь нормально. Единственное, что я делала в этом наборе, я бэк вышивала сразу. Ну, то есть, вот я вышила половина и сделала весь бэк. Потому что бывает, что вышьешь крестики, положишь и думаешь, а потом. Дошью бэк потом. А вот потом его вышивать не хочется. Поэтому, например, вышиваю я устала и думаю, дай-ка сделаю фрагмент бэка. Сделала одним цветом. Например, сделала бабочку. Потом дальше вышиваю. Дальше делаю сиреневые цветочки. Ну, то есть, как-то я так фрагментами вышивала бэк, что мне было не напряжно. Вообще сложностей особых не было. Хотя нет, вначале были. Знаете, в чем была сложность? Потому что канва с таким сиреневым оттенком и начинаешь вышивать сиренево-розовые нитки. И практически не видно рисунка. И сложно найти по схеме. Он же вот мелкий, видите, часто меняется нитка. И сложно найти в схеме вот именно этот рисунок. Вот когда бэком уже все очерчено, тогда легко найти. Пока бэка нет, размазанный рисунок такой получается. И найти его сложно. Вот здесь у меня цвет используется сиреневый. Хотя должен быть синий. Прям индиго синий такой. Но у меня в наличии его не оказалось. Хотя можно было бы один моточек купить. Но, я думаю, здесь не критично. На васильках вот здесь у меня сиреневый цвет. В принципе, нормально оттеняется. Так заменять не стала. Ну что, хочу сказать, что вряд ли кто-то даже из специалистов вышивки отличит, что эта работа вышита разными нитками. Хотя они, конечно же, отличаются. Но и цветы сами отличаются. Может быть, они даже выглядят более рельефно. Потому что какие-то ниточки потолще, какие-то потоньше. И иногда же в схемах сложение в две нити, в три нити, в одну нить. Для того, чтобы вышивка была объемная. А здесь все крестом в две нити. И, в принципе, она выглядит объемная. Из-за того, что ниточки разной толщины. Ну, возможно, это так. Так, ну, в общем, что по ниточкам хочу сказать. У меня ниточки, вот, DMC цвет и крю. И пошла я выбирать бисер. Вот такие два цвета бисера оказались у нас в магазине в наличии. Хотя мы с продавцом приглядывались, спорили. Ну, не то, что спорили, а обсуждали, одинаковый цвет или нет. Продавец сказал, одинаковый. А я вижу различия. Я вижу различия. Этот с желтоватым оттенком, а этот немножечко с каким-то розоватым оттенком. Я не знаю, видно ли вам это отличие. Но продавец достал карту цветов. И там у нее было указано. Вот такой цвет было написано икрю. А вот этот цвет у нее был написан молочный. Но когда она мне дала пакетики маленькие, на всех был вот этот номер. Ну, то есть, как бы одинаковый он был. Но я брала в маленьких пакетиках по 5 грамм расфасован. Я не знала, сколько сюда уйдет. Там в остатках уже он был. И я сказала, дайте мне. Вот видите, да, вот сейчас прям явно видно отличие. Не всегда камера может передать то, что мы видим глазами. Но мне кажется, вот сейчас есть. И вот у кого есть живая карта цветов бисера, там вот есть молочный, а есть цвет икрю. Ну, в общем, я там разные пакетики набрала. Я сказала, давайте разные. Я дома под другим освещением посмотрю и рассортирую. Пакетики у меня были по 5 грамм. И вот получилось вот 10 грамм вот такого бисера и где-то 20 грамм такого. Но там не помню точно 6 или 7 пакетиков было. В остатках они были. И я их забрала. Не всегда у нас бисер пресиоза. Можно везде купить. А тут вот остатки были. И как раз мне повезло. Было два оттенка. И когда я пришла домой, начала прикладывать, какой же бисер больше подходит вот к этому цвету. И вижу, что больше подходит вот этот вот бисер под номером 57206. Вот я думаю, вам на камере тоже видно, что вот этот бисер более белый. Ну, то есть, смотрите, вот когда мы отдельно смотрим, кажется, что он весь молочный и молочный, да? А вот если мы приложим нитку, если приложим нитку и будем выбирать по ниточке, то вот мы видим, что цвет икрю к ниткам DMC икрю, вот, не совсем. Он белее. А вот этот вот практически один в один. И хорошо, что у меня этого цвета больше. Мне его хватит. Буду вышивать именно этим цветом. Вот сюда по краю буду пришивать бисеринки. Вот здесь, где должны быть французские узелки, везде должна пришить бисеринки. Надеюсь, бисера хватит. Кстати, на глаз очень сложно определить бисер. Хотя можно было бы пересчитать фрагмент, допустим, посчитать, сколько бисеринок, потом умножить и в граммах посмотреть, сколько. Но мне лень было это делать. Вот, поэтому я купила. Если останется, то хорошо. А вот если не останется, это плохо. Вот, тогда пойду докупать. Так что все. Осталось пришить бисеринки и оформить. Поскольку канва гаммская, она такая рыхлая, вот, немножечко вот у меня вот здесь видны дырочки, перетяжки. Но когда все натянется, они, может быть, везде будут одинаковые дырочки. Алжирский глазок. Я его, конечно же, делать умею. Но вот тоже на мелком каунте он более получается изящный. А здесь такой он крупный. Ну, в общем, все равно вроде как у меня нормально получилось. И вот эту сеточку. Я очень боялась плести эту сеточку. И изначально начала плести не сетку. Изначально я начала квадратиками просто обшивать. И когда я начала обшивать квадратиками, у меня получилось неровно. И из-за того, что получилось неровно, мне это не понравилось, я распорола. Вот, и мы с девчонками обсуждали, как раз вот, как мне вышивать квадратиками или сеткой. И пришли к выводу, что сетка смотрится эффектнее. И я распорола все эти квадратики. Хотя вышила уже я вот так на половине. То есть половина уже была вышита. Девочки, сколько мне пришлось пороть. Господи, вот. Я на два дня отложила эту картину. Вышивала другие мелкие работы из-за того, что мне нужно было пороть. И вот начала я снизу. Вот кружавчики я делала вот эти вот внизу. И вот видно, да, здесь вот кое-где вот большие дырочки у меня получились. Сильно перетягивала. Но потому что 14 канва и длинные перетяжки. Вот здесь нужно быть аккуратнее. Но вот здесь уже, вот вверх, здесь уже руку я набила. И здесь уже получилось у меня более ровно наверху. То есть я начинаю вышивать снизу, с правого нижнего угла. Но вот здесь вот, как видите, ровно. И алжирский глазочек ровно. И вот эта сеточка ровно. Нету никаких дырочек, нет перетяжек сильных. Ну, то есть уже руку набила. Вот здесь такой идет шовчик по краю. Мне он напоминает, как в школе мы вот козликом подшивали юбки. Назывался шовчик-козлик. Вот, похоже. Ну, в общем, это мой первый опыт. Ну, в принципе, нормально. Вот здесь голубая должна была быть выкладная нить. Ну, а я вышила в одну ниточку. Просто вот такой стежок, как бэкстич. И получилось, знаете, получился такой эффект. Как будто прострочено на швейной машинке. Мне, кстати, понравился этот эффект. И сестра у меня пришла, посмотрела, говорит, ты вот это на машинке, что ли, строчила? Я говорю, нет. Руками обшивала. Ну, то есть все равно так получилось. Интересно, нормально. Вот, в общем, вот такой вот получился у меня результат. Очень нравится мне, девочки. Очень нравится. Вот здесь вот мелкий голубой алжирский глазочек, меленький. Здорово. Понравилось мне вышивать шовчики. Не знаю, буду ли я большие работы вышивать шовчиками, но какие-то другие техники мне тоже хочется попробовать. Возможно, зимой я этим займусь. Все, пришила я бисеринки по краю. Как получилось красиво. Я думаю, что как раз бисеринок здесь и не хватало. Вряд ли у меня получились бы такие ровные фрузелки. Это еще одна из причин, по которой я решила заменить бисер. Ну, и так получилось ажурно. Вообще обалдеть. Мне кажется, вот как раз этих бисеринок по краю не хватало. Теперь получилось настоящее кружево. Вот видите. Кстати, бисера ушло немного. Осталось еще вон сколько. Я думаю, что меньше 10 грамм ушло. Вот так, на мой взгляд, здесь в принципе в пакете много было. Я точно не могу сейчас сказать. Вы знаете, бисер, вот такой номер 57206, он какой-то полупрозрачный. Я вообще много раз вышивала чешским бисером, но этот он такой, какой-то толстенький. Вот бывают такие тоненькие бисеринки. Вот. Но это 10 номер. Вот. Но все равно они бывают отличаются. Бывают такие узенькие какие-то, а бывают пошире. Это довольно-таки бисеринки такие широкие. И немножко он с таким бензиновым отливом. Но очень красивый. Как жемчуг. Очень похож на натуральный жемчуг. Ну, сейчас при освещении. Освещение не дневное у меня. Не знаю, насколько это хорошо видно. Но, в общем, красиво. Красиво. Если вы захотите заменить в этом наборе фрузелки на бисер, то я вам вот этот рекомендую. Он такой, видите, неброский. Если бы был светлее, белее, то он сильно бы в глаза бросался. А этот прям тон в тон. И причем он такой полупрозрачный, какой-то ненавязчивый. Очень красивый. Сколько я вышивала икон бисером чешским. И у меня молочного вроде много было цвета. Но такой не попадался. Вот такой полупрозрачный ни разу не попадался. Я не знаю, какой в наборе был у меня бисер. Но этот обалденный. Вот такая получилась красота. Ну, все. Теперь нужно оформлять. Так оставлять нельзя такую красоту. А то запылиться, перекоситься. Обалденно. Никак не налюбуюсь. Еще хочу на что обратить ваше внимание, кто будет вышивать этот сюжет. Все вот эти вот шовчики выполняются в три нити. Нужно их умудриться так в три нити. Ровненько положить. Ну, сначала у меня не получалось, конечно же, ровно. А потом руку набила. Потом уже стало все хорошо. Ну, вот видите, немножечко провисает ниточка. Все равно надо натягивать. Все равно нужно обязательно работу оформлять в багет. Чтобы была хорошая натяжка. Потому что я же на станке вышивала. Просто, когда работу снимаешь со станка, стираешь, она немножечко сжимается. А потом, когда натягивается, то уже так же все хорошо, ровненько ложится. Ну, в принципе, оно и так вот достаточно ровно. Но если натянуть, будет еще ровнее. Забрала я готовую картину. Вот так ее оформила. У нас в багетной мастерской не особо большой выбор. И мне так нравилась вот эта белая ажурная рама. И я никуда ее не могла пристроить. То есть все вышивки, которые я приносила, не подходили под эту раму. Не рама у меня не подходила к вышивке. А вышивки не подходили к этой раме. И вот как раз-таки вот к этой работе все идеально подошло. Молочного цвета было всего два варианта. Одна была простая гладкая рама. И вот эта. Ну, не такой огромный у нас выбор. Это такая недорогая бюджетная мастерская. Пластиковые рамы. Но там очень хороший мастер. Все идеально ровненько натягивает. Мне нравится, как они оформляют работы. Оформление обошлось в 1200. В общем, было два варианта. И я выбрала такой кружевной вариант. Вот это кружево, как продолжение кружева, которое на картине вышито. Ну, вот так, в общем, у меня получилось. Я очень довольна. Мне очень нравится результат. Абсолютно не видно, что нитки разных производителей. Такая нежная получилась работа. Ну, и белая рама. У меня нигде практически нет белых рам. Но мне они нравятся. Вот именно белые кружевные рамы. Здесь все совпало в этой работе. Так как я представляла себе оформление работы, такое оно и получилось. Мне даже кажется, что я эту картину вышивала вот под эту раму. Она у меня в голове, в воображении осталась. И очень хотелось какую-то работу вышить вот именно под эту рамку. Вот такое здесь немножечко золото, как потёртое такое. Ну, немножко буквально. Лично я результатом довольна. Если вам понравилась картина и понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. С вами была Инесса. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok